всем огромный приветик настя ходит на фоне где мои сухарики где мои сухарики она прячет от себя сухарики она просто думала что я у нее и заберу что запрятала ну иди и она просто это сделала потому что я и предложила поменяться пачками сухариков она сказал нет и она думала что я у нее их заберу и спрятала потом забыла где она их спрятала но они кстати такие они более-менее мягкие это флинт и это мы сегодня были в микс марте после учебы поехали в микс марк потому что захотелось окрошки опять захотелось окрошки потому что очень жарко это такое охлаждающие первое блюдо то что надо нам ее просто надолго хватает мы не сразу всю заправляем мы заправляем одну первую кастрюлю сразу вторую кастрюлю потом потому что получается много и и мы ее долго едим и ну как бы два-три дня мы можем ее есть только ее и есть и как бы все мы там не никакое второе не готовим ничего один раз мы едом два раза в день поели и нормально мы наедаемся но понятно что тоже майонез конечно это вредно но там пишут я не понимаю как вы на майонезе дело я не понимаю делаете к я не понимаю как делают на квасе да ну как бы каждый привык по-своему ее готовите как я говорю вообще в принципе каждая хозяйка готовит все по-своему тот же борщ те же пусть голубцы и перцы ну что хочешь но в общем вы меня поняли не кстати рада думала что получится все очень экономно а получилось ничего и не экономно 30 евро улетела просто 30 нет мы не делаем у нас обычная белокочанная капуста маленькие делаете у нас большие голубцы ну вот харьков это из виноградного листа есть мне у нас никогда у нас такого никогда нет поэтому это тоже можно друг другу не да сегодня тоже опять-таки очень-очень жарко тоже учителя за меня нашего учителя заменял опять женщинам все хорошо все проходит отлично мы довольны занимаемся по крайней мере занимаемся до хочу чихнуть все я чихнула не хотела я на камеру чихать вот сегодня у нас была тоже такая тема что типично для германии я вот думаю с насти чему нас научила германия я вот для себя выбрала чему она нас научила пунктуальности и организованности немцы придает большое значение точности и планированию и это правда нас реально германия научила пунктуальности если в украине мы могли куда-то как-то опоздать позволить себе да какое-то опоздание и при этом все бы к этому отнеслись нормально ну с пониманием то здесь все не любят когда кто-то опаздывает и не любят также опаздывать здесь все по времени все по терминам все четко все все правильно но опять таки бывают такие нюансы моменты да когда допустим есть термин к врачу это я рассказываю просто мне мне рассказали по своему жизненному опыту а я вам рассказываю есть термин к врачу да у девушки допустим она приезжает где там на 10 и она еще час сидит в ожидании хотя у нее есть термин то есть это не живая очередь не свободная да а именно по термину и ей еще приходится ожидать то есть такие моменты тоже есть но в принципе в основном здесь все по времени вот но я не могу сказать что мы ну ладно скажу за себя что я там когда-то была не пунктуальная в принципе всегда вовремя приходила везде и распределяла время так чтобы везде успеть анастасия вы 3 до германии до было в принципе но здесь я стала еще более пунктуальной поэтому уже за час готова чтобы время где-то быть шо шо говорю ты не дашь сам раньше я за час буду и газа по уже готова дома потому что я такой человек не нужно собраться все раньше сделать во время прийти но дом машины меня пишет типичными монетам я сказал обычным словам это собраться на организованность семейная но они вообще любители футбола прям фанаты фанаты еще потом короче сейчас так системы на тему прыгаю что-то непонятно ну короче и думаю я а миф ли это что в германии на работе коллеги друг на друга могут стучать миф это или правда вот напишите хотя конечно может вы не захотите признаться правде да правда это что такое существует или неправда если это существует то навряд ли вы захотите признаться но все-таки кто у кого есть желание напишите сталки ли вы сталкивались ли вы с таким что вот на вас там настучал кто-то или вы стали свидетелем как кто-то на кого-то настучал на работе именно на работе про соседей я знаю что это так оно и есть вот на работе мне реально интересно есть такое или нет вот потом что немцы не имеют чувства юмора это я мифы читаю на самом деле немцы имеют разнообразное чувство юмора который может отличаться по стилю от других культур возможно нам да когда мы там хорошо будем знать язык будет непонятен их юмор но это не значит что у них отсутствует чувство юмора потому что вот у нас есть тоже знакомый который пошел на работу уже где-то полгода он работает не там одни немцы и они шутят он смеется то есть он улавливает этот юмор он конечно отличается от нашего но он его понимает они смеются им весело они смеются с того как шутит он ну то есть это миф я просто читаю миф у меня самом деле видео очень сумбурное но я так как могу так и снимаю данный момент а почему вот это миф все немцы любят порядок и точность везде хотя это правда что пунктуальность ценится в германии также бывают ситуации где люди проявляют гибкость и непринужденность то есть такое тоже что непонятное все немцы носят традиционные одежды хотя традиционные костюмы такие как лидер хозен известны они носятся в основном на праздниках и фестивалях они в последневной жизни а что такое она напишите кто знает что такое лидер хозен просто так написано вообще написано на русском а не на немецком это какие-то штаны не знаю германия исключительно строгая страна несмотря на известную пунктуальности организованность германии также ценят свободу и разнообразие досуга то что здесь ценят свободу это факт это факт это я тоже наблюдаю регулярно здесь очень сильно ценят свободу это хорошо а строгая страна я могу сказать что ну только по законам только по законам что очень много разных законов много нюансов и это все нужно просто вникать и тогда никаких проблем не возникнет но это такое короче сумбурное видео не знаю напишите просто что вы думаете мне реально интересно будет это прочитать вот но так ничего так ничего ждем выходные потому что все таки хочется тут где-нибудь по поблизости поехать тем более на зрительница звала в свой город а вообще в воскресенье мы скорее всего ждем к варине помогать ей выносить шпильмюль поэтому будем думать как она все будет ну и конечно же вам показывать так что спасибо всем большое за просмотр еще раз повторюсь пишите ставьте лайк и желаю вам хорошего завершения недели и классных выходных